Жильцы в опасном положении. Котлованы нового элитного квартала приближаются к ветхим баракам, которые оказались прямо на стройплощадке. Несколько публичных домов, десятки путан, среди которых девочки-подростки громкий процесс по делу сутенерской группировки начался в областном суде. Военные корабли, торговые суда, ледокол и рыбацкие траулеры на рейде Новосибирска стартовал чемпионат России по судомодельному спорту. Вновь, как всегда в это время, новосибирские новости рассказывают о главном за день. Здравствуйте. Меру Бердска Илье Потапову сегодня предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей. Сегодня же защита Ильи Потапова потребовала отпустить его из СИЗО под домашний арест. По мнению адвокатов, суд не учел положительные характеристики городоначальника, а также то, что на его иждивении трое детей. Напомню, Потапов был задержан 30 апреля при получении 3 миллионов рублей от одного из местных предпринимателей. В обмен мэр обещал предоставить под строительство элитный земельный участок на берегу водохранилища. Илья Потапов был избран главой муниципалитета в марте 2011 года. Он был выдвинут от КПРФ. Застройщика, который собирал с дольщиков деньги, не имея на то основания, штрафует на 20 тысяч рублей. Строительная компания, возводящая крупный жилой комплекс, успела собрать свыше 50 миллионов рублей с будущих жильцов. А между тем работы начать нельзя. Прямо на стройплощадке находятся 4 ветхих, но все еще жилых дома. В спорной ситуации разбиралась Мария Черешнева. На этом пустыре по плану должны вырасти жилые высотки с фонтанами, уютными дворами и подземной парковкой. Стройка большого жилого комплекса сейчас на начальном этапе. Здесь идет проверка контрольных свай и грунта. А это тоже стройплощадка. Правда, она не огорожена и работать здесь нельзя. Ведь в этих ветхих домах все еще живут люди. Жителям о своей судьбе остается только гадать. Строители должны предложить людям варианты расселения, но до сих пор ничего конкретного не предложили. Тем временем, с каждым днем котлован все ближе к стенам бараков. Наши дома пусть снесут и пусть сделают стройку. Они же стучат, долбят, а каждый кирпич, каждый камень, он отваливается. И в туалете обвалилось, и на кухне вот-вот все провалится. Все вот эти вот столбики, уже все потрескались. Пока жители этих домов не переедут в новые квартиры, строительная компания даже котлован копать не имеет права. Однако застройщик уже квадратные метры в несуществующей высотке стал продавать. Такая схема, она соответствует градостроительному кодексу, но предусматривает предварительное расселение жителей этих ветхих домов, а потом уже последующее получение всех необходимых документов, связанных с землеотводом, получением разрешения на строительство. И только после этого возможно прилечение денежных средств инвесторов. По данным городской прокуратуры, недобросовестные бизнесмены уже собрали 55 миллионов рублей. Наказание за нарушение закона символическое. В данном случае строители должны будут заплатить всего 50 тысяч рублей штрафа. Такую схему привлечения денег использует каждый третий застройщик. Он предлагает дочкам подписать предварительный договор, одновременно с этим подписывая договор займа. В предварительном договоре, соответственно, как бы обговаривается возможность последующего заключения договора долевого участия, ну а по договору займа передаются деньги. С точки зрения закона эти два договора на самом деле особо не связаны. Избежать риска просто. Достаточно не заключать сомнительных сделок, оплатить по договору долевого участия, когда его уже заверит Росреестр. Если выбирать условия уже поздно, всегда есть возможность расторгнуть договор. В крайнем случае при помощи суда. Мария Черешнева, Роман Семенов. Новосибирские новости. Завершение отопительного сезона в Новосибирске откладывается минимум на неделю. Об этом заявили сегодня в Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. Ранее отключить батареи во всех домах планировали уже в ближайшие выходные. Однако синоптики дают неутешительный прогноз. Завтрашнее незначительное потепление сменится очередным похолоданием. 8 мая и утром 9-го будет около 18 градусов. Однако в День Победы уже ближе к вечеру ожидаются сильные дожди. Столбик термометра опустится до 12 градусов. А с 10 по 13 мая прогнозируют мокрый снег. Ночные температуры будут около нуля и даже ниже. А дневные не выше 8 градусов. Стабильное потепление, по словам синоптиков, начнется только в середине месяца. Нельзя прекращать отопительный сезон именно с 13 числа. Потому что именно в этот период ночные температуры будут опускаться до нуля градуса. А то и ниже. И в наших особенно панельных домах это будет очень некомфортно. В новосибирских дворах демонтируют старые асфальты, поребрики. И таким образом стартовал сезон благоустройства. Сумму на него в этом году выделили беспрецедентную – 850 миллионов рублей. Жестче будут спрашивать с подрядчиков. А чтобы те не нарушали сроки, ввели штрафные санкции. Анна Кондратенко обо всем подробнее. Были бы, если бы автостоянки поблизости. Совсем скоро ломать голову над вопросом, где припарковать машину, жильцам 201-го дома на улице Гоколя, не придется. Ради парковочных карманов здесь даже перенесли контейнерную площадку и расширили проезд во дворе. Правда, строительство парковки – не единственная проблема, над которой ломает голову старшая по дому Галина Жилина. Приходится исправлять ошибки строителей. Например, здесь нет газона. Непонятно, почему, когда дом строился, значит, здесь он не был запланирован. Значит, вода, большое количество воды скапывалось около третьего подъезда. И сейчас нам нужно, значит, решить вопрос, решили уже вопрос, в отношении водоотвода, который будет за 199-м домом. Газоны тоже построят, а на деньги уже собственников, так они решили на общем собрании, их засадят сотнями цветов. Такие вопросы вызывают у жильцов меньше всего разногласий. Куда серьезнее споры, что важнее – сделать парковку или, например, детскую площадку. В процессе работы по опыту прошлого года, естественно, возникают какие-то различного рода проблемы, моменты. Но мы это решаем в рабочем порядке. В принципе, по прошлому году у нас каких-то таких глобальных проблем не было. В этом сезоне в Новосибирске отремонтируют 775 дворов. Это чуть больше, чем в прошлом году. А вот разница в затратах куда очевиднее – 850 миллионов рублей. Таких денег на благоустройство придомовых территорий не выделяли еще ни разу. Впервые в этом году к работе привлекут ландшафтных дизайнеров. К 120-летию Новосибирска в 10 дворах наведут особую красоту. Планируем, в основном планируем, кроме трех объектов, завершить работы по обустройству до дня города. Чтобы открытие были зеленые зоны, установка игровых площадок, установка фонтанов различных. То есть до дня города должны эти площадки уже функционировать. Остальные дворы должны благоустроить крайний срок до 1 сентября. Это на месяц раньше, чем в прошлом году. Еще одно новшество – штрафы. Их будут платить нерадивые подрядчики при нарушении сроков работ. Анна Кондратенко, Олег Королевец, Новосибирские новости. Сегодня утром на пешеходном переходе насмерть сбит 9-летний школьник. Водитель «Мерседеса» решил обогнать скопившуюся впереди пробку и перед «Зеброй» затормозить уже не смог. От светофора пробка была до самого низа. Прямо свертка, получается, на пельне. Не ожидал человек на улице. И решил объехать по встречке. И он выскочил прямо перед самым носом. Снимал, подсеркнулся. К месту трагедии уже через несколько минут подъехала скорая помощь. Мальчик был еще жив, но скончался на руках медиков. По предварительной информации, водитель был трезв. Сейчас решают вопросы о возбуждении против него уголовного дела. Сегодня в областном суде начался крупный процесс над организаторами сети притонов для занятия проституцией. 20 подсудимых, почти 40 потерпевших. Несовершеннолетние жрицы любви и бордели в самом центре Новосибирска. Обо всем этом подробнее в материале Павла Тивунова. Сосаре-то снимать нельзя за предпроцесс. В зал заседания журналистов не пускают. Через несколько минут здесь начнется процесс по делу об организации сети борделей. А среди потерпевших есть несовершеннолетние. Глава нелегального бизнеса – 42-летний новосибирец Иван Кузнецов. За последние годы дело Кузнецова, пожалуй, самое крупное по проституции. На скамье подсудимых 20 человек. Несколько десятков притонов полицейские обезвредили в мае прошлого года, которые работали круглосуточно практически во всех районах города. По словам оперативников, за малейшие провинности проституток избивали. Руководили борделями близкие родственники и друзья Кузнецова. Одни отвечали за охрану девушек, другие – за транспортировку. Ещё несколько человек занимались рекламой. Сам Кузнецов подыскивал новых ночных бабочек. Сеть публичных домов работала три года, прежде чем полицейские вышли на его организаторов. Преступная группа, участники которой занимаются организацией занятия проституцией, вовлечением занятия проституцией, в том числе несовершеннолетних девушек. 15 мая 2012 года были проведены обыски сразу на нескольких адресах. Организатор был задержан у себя дома. Сейчас отличить работников борделей от их работодателей сложно. И те, и другие стараются скрыть свои лица. Большая часть подсудимых остаётся на свободе под подпиской о невыезде. Под стражей вместе с главным организатором всего 4 человека. Всем участникам нелегального бизнеса предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. Органами предварительного следствия Кузнецов обвиняется в создании преступной группы, в состав которой входило также ещё 19 человек. Целью которой являлось вовлечение лиц в занятия проституцией, в том числе несовершеннолетних, а также создание предварительного следствия. По материалам следствия, 37 девушек стали проститутками по вине подсудимых. Если суд согласится с доводами государственного обвинителя, Ивану Кузнецову и его подельникам грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Павел Теунов, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Завтра, 7 мая, в городе репетирует парад. В этой связи с 8 до 10 вечера перекроют Красный проспект для всех видов транспорта. Проехать нельзя будет от перекрёстка магистрали с улицы Горького и до Ядринцевской. Автобусы и троллейбусы будут в это время ходить по альтернативным маршрутам. По советской семье Шумшиных, военной и так далее. Объехав закрытый участок, общественный транспорт будет вновь выезжать на привычный маршрут. Несмотря на ветреную погоду, первомайская демонстрация собрала на площади Ленина более 12 тысяч человек. Они прошли пора к Красному проспекту под маршей в исполнении духового оркестра. Собрались демонстранты у здания областной администрации. Оттуда праздничные колонны двинулись к площади Ленина. Они объединили работников предприятий города, студентов и ветеранов, представителей общественных организаций и профсоюзов. На площади состоялся праздничный митинг. Там выступили творческие коллективы. С праздником весны и труда собравшихся поздравил губернатор Василий Юрченко. Мы умеем работать. Мы создаём сегодня новые объекты. Динамика развития экономики за прошлый год, за первый квартал выше среднероссийской. Нам много ещё что предстоит сделать. В тот же день весёлым уличным карнавалом прокатилась по улицам Новосибирска юбилейная 10-я монстрация. В ней приняли участие по разным оценкам от двух до трёх тысяч человек. Молодые люди с плакатами в руках прошли от площади Калинина до сквера на улице Орджоникидзе. За рядами монстрантов наблюдал и наш корреспондент Станислав Якушевич. К точке старта участники шествия собрались задолго до его начала. Каждый стремился выделиться из толпы. Кто-то нарочито бессмысленными лозунгами на транспарантах, кто-то карнавальным костюмом или необычной маской. У каждого в душе есть что-то своё. И он может хочет это вынести наружу, показать. Я считаю, что тут нет никакого совершенно политического характера, ничего такого, просто праздник, радость. Монстрация стремительно молодеет, говорят те, кто участвует в ней не первый год. Художник Дмитрий Мазуров уже давно не встречает единомышленников. Среди поклонников аниме, любителей фильмов ужасов и фанатов «Звёздных войн». Людей становится больше, но при этом идеологическая составляющая этого мероприятия, она размывается с каждым годом. То есть монстрация из концептуального какого-то мероприятия превращается в парад какого-то безумия и приколов. На всём пути следования праздничную колонну сопровождали наряды полиции. К участникам акции у них претензий нет, кроме мелких замечаний к внешнему виду. Сделать потише музыку, информацию о том, что многие используют маски на лицах, это запрещено при проведении публичного мероприятия, чтобы они сняли и были видны их лица. Вы это все делаете? Признательно, спасибо. За 10 лет монстрация прошла путь от небольшой художественной акции до массового шествия. Сегодня это скорее парад персонажей популярной культуры. И как всякое явление, стремительно расширяющееся, она теряет глубину. Здесь всё меньше интересных идей и всё больше просто желания показать себя. С долей провокации, но ничем при этом не рискуя. Монстрация – яркий пример самовыражения молодых. Выспренным лозунгом и пафосным речам они предпочитают яркие краски карнавала. Уличные художественные практики – это, пожалуй, единственное, что ещё может объединить молодёжь. Политика, идеология. Да ну нет, вы что смеете, что ли? А что? Не знаю, улица. Я не думаю, что её запретят, потому что… Ну а что здесь плохого? Люди… Каждый бы хочет выразить себя. Это же просто бессмысленно, просто как бы, чтобы повеселиться. Сценарий монстрации оказался ограничен рамками шествия. И к концу маршрута, исчерпав фантазию для самовыражения, участники акции быстро разошлись. Станислав Якушевич, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. День науки в Новосибирске, который ежегодно проводят в третью пятницу мая, в этом году выпадает на 17 число. Но отчествует новосибирских учёных, число которых достигает почти 20 тысяч, начнут заранее. Ровно через неделю в техническом университете сертификаты и денежные гранты получат более полусотни молодых дарований. Днём позже научная общественность города соберётся в филармонии, где наиболее выдающиеся коллективы наградят дипломами. В технопарке и планетарии запланированы Дни открытых дверей. Музей Новосибирска организует фотовыставку перед оперным театром, посвящённую достижениям науки. Кроме этого, проведут пешие образовательные прогулки тропинками Лаврентьева и экскурсии на автобусе от площади Кондратюка до Дома учёных Академгородка. Мероприятия, посвящённые Дню науки, будут продолжены ещё в сентябре. На сентябрь запланирована традиционная уже ставшая встреча мэра и руководителей отделений, сибирских отделений Академии наук, Россельхозакадемии медицинской науки, большой, с выпускниками, с старшеклассниками. Минимум декорации, абстрактная живопись и остроумные мужские диалоги. На сцене театра «Глобус» премьера мирового бетселлера, ироничной комедии французского драматурга Эсмина Резе «Арт». На премьере побывала Наталья Сопранова. Не мог ты купить эту картину за 200 тысяч франков. Я так и знал, что ты не поймёшь. И это начало конца. Многолетняя мужская дружба рушится из-за дорогой абсурдной картины, абсолютно белого полотна, на котором якобы можно увидеть ещё более светлые полосы. Кроме того, оно не монохромно. Нет. 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 Сколько? 200 тысяч. Остроумная комедия французского драматурга Эсмина Реза «Арт» давно завоевала славу театрального бестселлера. Ее тема живописи, точнее споры вокруг стоимости картины, в итоге оказываются лишь поводом поговорить о главном. О том, что произошло в жизни трёх надёжных друзей за минувшие 15 лет, казалось бы, крепкой дружбы. Дружба, да, как бы категория очень для меня трогательная и необходимая для каждого человека, тем более для мужчины. И как она может разорваться в какой-то неопределённый момент, понимаете, длительных отношений, взять так вот резко, по сути, из-за ничего, понимаете. Ну, мне показалось, что это интересно. Минимум декорации внешних эффектов, только яркий белый луч, который направлен на того из героев, кто готов поделиться наболевшим. И, конечно, оно – белое полотно, картина, которая то появляется, то исчезает. А вслед за ней разговор, начиная с вопросов об искусстве, всё чаще переход в сферу человеческих взаимоотношений. Где в итоге все споры прекращают поступок половинчатого существа. Так друзья в полудискуссии окрестили своего верного товарища Ивана, который ни в современной живописи, ни в классической ровным счётом ничего не смыслит, но способен изменить ход событий синим фломастером. Собирательный такой образ людей, которые действительно из-за своей чистоты и наивности могут переломить ход событий. И только потому, что они наивные, чистые, у них нет никакого багажа, как сказать, злости, ненависти. Он искренне любит этих своих двух друзей. Простая история об искусстве человеческих взаимоотношений на сцене «Глобуса» превратилась в увлекательный, остроумный, словесный поединок. В удивительную историю о судьбах трёх мужчин, где в итоге, конечно, побеждает дружба. Наталья Супранова, Олег Макаров, Новосибирские новости. Всероссийские соревнования по судомодельному спорту, приуроченные ко Дню Победы, проходят в Новосибирске в эти дни. За Кубок России борются около 200 спортсменов Урала, Сибири и Дальнего Востока. За перипетиями борьбы следила Елена Синельникова. Патрульный корабль «Гданск», точнее его уменьшенную копию, Виктор Ерченко собирал два года. Каждый день по несколько часов кропотливой работы. В судомодельном спорте мужчина-ветеран, первую модель, рассказывает, построил, когда ему было всего пять лет. Или дар божий, или как, ну, мать была заинтересована, что я там взял нож и строгаю, и что-то. Чем по улице строгатки воробьё стрелять, лучше вот этим заниматься. И она мне то инструмент не подкупит, то ещё что. И я с тех пор увлёкся и начал заниматься. Таких увлечённых здесь собралось около двухсот человек. Это судомоделисты со всей России, именитые спортсмены и только начинающие. Плюс наших соревнований в том именно, что взрослые спортсмены, именитые, выступают одновременно с юношами. И происходит как бы связь поколений, то есть юноша видит, к чему стремиться, что можно достичь. Александр Кайгородов на Кубке России впервые. Свой буксир-спасатель он построил специально для этих соревнований. Игрушечные кораблики – его хобби уже семь лет. Юноша надеется, что вскоре сможет встать за штурвал настоящего корабля. Охота идти служить в морковод через два года по окончанию технику. Участникам необходимо пройти дистанцию в определённой последовательности. Для спортсменов, управляющих моделями, копиями – главная техника. А вот скорость значения не имеет. У гонщиков же всё иначе. Чем больше кругов пройдёт судно, тем ближе победа. Соревнования по судомоделированию в Новосибирске проходят на протяжении двух десятилетий. Однако в Кубок России обычный городской чемпионат перерос лишь шесть лет назад. Становится всё лучшее и лучшее мастерство спортсменов. Растёт каждым годом. Это, естественно, не может не радовать. Потому что новые спортсмены появляются тоже уже не с плохим уровнем мастерства. И это создаёт, так скажем, хорошую базу для участия в международных соревнованиях и получения уже высоких званий и титулов. Лучших судомоделистов России объявят на закрытии соревнований 9 мая. Впрочем, уже известны фавориты. Как и в прошлые годы – это спортсмены Новосибирска и Кузбасса. Елена Синельникова, Роман Семёнов. Новосибирские новости. На сегодня это всё. Слушайте радио «Городская волна» на частоте 101.4 FM. Заходя в интернет, не забудьте посетить сайт «Новосибирские новости». Здесь, в частности, рассказ о том, как выбирали королеву красоты среди осуждённых женщин в колонии. До свидания и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин